Студенты Института дизайна и технологии боятся за свое здоровье и требуют проверить их на туберкулез. Даже создали петицию, в которой просят специалистов Минздрава и Роспотребнадзора осмотреть корпусы их общежития. Там почти полгода с подозрением на туберкулез жил учащийся из Конка. Его соседи уверяют, туберкулез был открытой формы. Сейчас парни госпитализировали, как иностранец попал в общежитие и в каком он состоянии, выясняла Светлана Иловнарова. С недавних пор переступить порог общежития Омского института дизайна и технологии боится большинство студентов. Из блока на четвертом этаже слушатели русского языка из Конка увезли на скорой помощи в противотуберкулезный диспансер. Впрочем, парню стало плохо задолго до госпитализации. Соседи вспоминают, молодой человек почти не ел, а в последние дни не вставал с постели. Но говорить об этом открыто студенты боятся. Вдруг выселят. До него вообще никому не было дела. Он на наших глазах худел. У него была слабость, он не выходил. Я его последний раз видела в ноябре. 21-летний Тамси учился в школе при институте. Изучал русский язык, литературу, риторику. Готовился к поступлению в ВУЗ. Скорее всего, собирался подавать документы в танковый институт. Но в сентябре на его флюорографии врачи обнаружили подозрительные потемнения. Взяли пробы на палочку Коха, они оказались отрицательными. А в январе его близким посоветовали пройти химиопрофилактику. Это обязательно для тех, кто контактировал с больным туберкулезом. А соседи говорят, к ним даже никто не зашел. Просто порекомендовали пройти внеочередную флюорографию. Приходили два афтезиатора, сказали, нам нужно сдать анализы. И те, кто контактировал с ними, должны сходить в туберспансер на 1-го января и сдать анализы. И все это проводится по-тихому, без направления. Просто мы записаны в списке, кто контактировал с болевшим. Семь человек. Комнату иностранца дезинфицировали, в общежитии работали медики. Там были пульмонологи. Они, собственно говоря, проходили вот эти все, по комнатный обход проводили, разговаривая с людьми. Это уже было после того, как была проведена обработка. То есть они говорили там свои рекомендации. Но, по словам студентов, влажную уборку провели лишь в общих коридорах. Сегодня пришел декан на пару, сказал, что якобы обрабатывали. Но я как бы никого не видел, не слышал. Ну вот, а с утра встал, как бы, ну, хлоркой пахнет. Комнаты точно не обрабатывали. Напуганные студенты обратились в СМИ и разместили петицию с требованием разобраться в ситуации. Под ней подписались 160 человек. В Минздраве уже могут успокоить волнующихся студентов. Да, сегодня стоит, в общем-то, практический диагноз, что это действительно туберкулез. Хотя не все результаты еще готовы. Редкой локализации и необычного течения. Во время этой предыдущей госпитализации все реакции, все тесты, которые необходимо делать, все анализы делались. Пациент не опасен и микобактерию туберкулеза он не выделял. В администрации Института дизайна и технологии официально советуют всем студентам пройти флюорографическое обследование в территориальной поликлинике, прикрепленной к вузу. Бесплатно и без направления. Светлана Елонарова и Антон Щетинин. Новости здесь, Омск.